Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вечерний разговор». Рассуждая на тему, кто такой человек с характером, я пришел к выводу, что человек с характером – это тот человек, который много пережил, и в нем есть те качества, на которые можно положиться. У нашего сегодняшнего гостя, судя по всему, есть характер. Иначе как можно говорить о человеке, вступившему сейчас в эти дни, вот в это время на политическую стезю, и когда придется еще не раз доказывать, что характер есть? Сегодняшний гость нашего «Вечернего разговора» – Рината Усатый, председатель нашей партии. Добрый вечер! Добрый вечер! Хитрое название нашей партии о политтехнологии подсказали. Знаете, я неоднократно говорил о том, что у меня нет политтехнологов, нет пиарщиков. И по одной простой причине, потому что это большие деньги, и советую с определенными людьми, которые понимают, что такое политика, как организовать тот или иной политический проект, мне были предложения от политтехнологов на постсоветском пространстве, от политтехнологов западных, где и те, и другие примерно, они обходились порядка трех миллионов евро. Для меня, как для молдавского гастарбайтера, который живет в Москве… Вопрос не столько в экономии. Я говорил о том, что в предвыборной кампании они будут тратить деньги. Да, есть какие-то моменты, связанные с какой-то политической рекламой, но это должно быть минимально. А платить деньги политтехнологам, которые мне будут рассказывать, как себя вести, чтобы у коммунистов отвлечь электорат слева, западные политтехнологи будут мне рассказывать, как оттянуть электорат справа. Я лучше эти три миллиона евро потрачу, вот как я тратил все эти годы до сих пор, на храмы городов, машины скорой помощи, операции детям и так далее. По крайней мере, у меня не будет к себе угрызения совести. У меня не будет угрызения совести на тему, что я эти деньги бездарно, скажем так, кому-то потратил. Поэтому наша партия, это название придумал я вместе с пятью другими. Все это было выложено в социальные сети, где мне было важно, как люди отнесутся к одному, второму, третьему названию. И вы знаете, из нескольких тысяч человек, буквально за три дня, они меня подтолкнули к названию «Наша партия, партия Дуностро». – Это получается такое народное голосование, получалось? – Да, совершенно верно. – Название этого проекта. – Я всегда говорил, что все решения важные, которые будут приниматься в нашей партии до выборов, после выборов, это я все буду выносить на обсуждение с жителями страны, чтобы люди видели, что их используют не только в предвыборную кампанию, для того, чтобы завоевать их доверие, а для того, чтобы люди четыре года вместе с нами участвовали во всех процессах. «Партия Дуностро» мне нравится, название легкое, я бы назвал даже такое, поется даже. – Запоминающийся. – Да, и запоминающийся. – В этом случае, получается, и ответственность полностью лежит уже на лидере, на вас, потому что разделить ее не с кем, никто не подсказывает, никто не ориентирует, флажки не расставляет, вот так вот бежим и все. – Да, сегодня я в партии и пиарщик, и политехнолог, со вчерашнего дня и председатель, и завхоз, и организатор концертов, и организация еще чего-либо. То есть очень тяжело, но я говорил, что у меня не стоит задача сегодня просто, скажем так, набрать команду по СИВИ и так далее, и так далее. То есть я команду буду набирать в поездках по стране. Вот четкое подтверждение этому, вот вчера на первом съезде с моим участием, был избран вице-председателем партии Игорь Шеремет, это молодой человек, с которым я познакомился месяц назад. Я увидел у него искорку в глазах, это то, что я еще увидел в нем, профессионализм. Я узнал о том, что этот человек с очень правильной репутацией, человек проработал определенное количество лет в силовых структурах, на сегодняшний день является хорошим юристом, адвокатом и преподавателем права в государственном университете. Мне он очень понравился, я ему предложил, как бы Игорь, вот есть такая ситуация, он говорит, ну потому что Игорь считал, что мы как бы взаимодействуем только по юридическим вопросам. И так будет со всеми остальными людьми, которых я встречу в поездках по стране, каждый день через меня проходит минимум 150-200 человек в день, люди абсолютно разные, кто-то что-то просит, кто-то приходит с идеями, кто-то приходит с предложениями об агитации. Это мне больше всего нравится, Малай когда говорит, вы знаете, вот надо в каждом селе по одному человеку, которому надо заплатить 2000 лей, в месяц его будет из дома в дом ходить и говорит, что наша партия Рената ЦАТ это лучший лейтинг. Но ваш лиц об счастье от сердца к сердцу? Да, вы знаете, сегодня вот либо общество проснется, хотя я считаю, что оно у нас проснулось, оно должно о нас узнать, да. И я ищу людей, которым не безразлично то, что в стране происходит. И показатель то, что когда я уже четко понял, что нашу новую партию никто не собирается регистрировать, потому что идея-то у нас все-таки изначально была создать новую партию, прозрачную партию с новыми лицами, где нет бывших депутатов, министров, хотя в этой тоже никого не будет, то есть ничего не поменялось. То есть практически будет не только ребрендинг, но и рестайлинг? Нет, у нас полный ребрендинг, то есть у нас новое название, новый став, новая программа. Я благодарен Николаю Андронику за оказанное доверие. Он очень мудро и корректно поступил, я считаю, в данном случае. То есть в отличие от других политических деятелей, которые приходили, одни там хотели каких-то денег, вторые, Рената, вот надо в первую десятку трех человек по списку взять, а еще и меня почетным председателем оставить. То есть Андроник никаких условий не ставил, что оставьте меня, возьмите моих людей. Он говорит, я пришел, чтобы вы потом когда-нибудь вспомнили, что я такое же сделал по отношению к вам. Я ему за это очень... Насколько я знаю, он остается просто не членом партии вашей. Да, наверняка, потому что мы не обсуждали никаких моментов, связанных с той или иной должностью. То есть у нас нет почетных председателей. Это у нас прошли в Демпартии, где была проблема. Дьяков остался почетным председателем. Потом у нас в партии социалистов, скажем так, проблемы нет, но проблема появилась позже. То есть там были недовольные члены партии. На сегодняшний день я горжусь тем, что за относительно короткий промежуток времени в Народную республиканскую партию, которая имела это название до вчерашнего дня, вступило более 5000 человек. И это вступали люди, которые, поверьте, мы не ставили палатки на рынках у входа. То есть они уже вступали в нашу партию, так получается? Да, то есть теоретически, да, они понимали, естественно, то есть это через знакомых, друзей, приятелей и так далее. Люди вступали. Мне понравилась, есть определенная часть людей, которая вступила в партию, которая меня задавала вопрос. Я говорю, ребят, у вас есть бизнес, и у вас будут проблемы, как вы на это смотрите. Их немного, но такие люди у нас тоже есть, которые говорят, послушай, а куда уже хуже? То есть он говорит, ну то, что у нас будет дальше терроризировать налоговое, там, МВД, еще кто-то, говорит, у нас и так эти до сих пор проблемы, обдираловки и так далее, все, что устроили за эти три с половиной года в стране. Поэтому мы не боимся, мы идем вперед. Появляются некоторые люди творческие, которые приходят и говорят, что, Ренат, мы во всех предвыборных кампаниях пели практически за все партии, которые существуют на молдавской политической арене. Говорит, но в данном случае с вами мы идем петь за самих себя. Говорит, потому что, говорит, что там мы кого-то поддержим, что там ничего кардинального не происходило. Судя по всему, получается, что наша партия это такой аккумулятор недовольных. Да, это аккумулятор недовольных. И я бы, неправильно это будет называть аккумулятором, потому что это все-таки сегодня одна треть населения страны, которая сегодня просто в шоке от того, что происходит. Ведь, поймите правильно, когда в любой предвыборной кампании, ну, скажем так, неправильно, в предвыборный год, всегда есть процент неопределившихся. Но у нас сегодня речь не идет только о неопределившихся. У нас сегодня речь идет о разочарованных, где есть люди сегодня, которые приходят абсолютно разные. Приходят ребята, которые говорят, вот мы студенты, учимся в Ясах, в мединституте, говорят, я-то Нойку, да у меня Вастро и так далее, и так далее. Я говорю, ребята, я как бы туда, где вы находитесь, смотрю так хипотически. Говорит, Рената, у нас нет выхода. Говорит, филат нас всю студенческую, все студенческое сообщество кинул. К Плохотнику мы идти не можем, к Коммунистам мы не можем идти так же. Но, говорит, Агимпу для нас такое, говорит, мы с опаской смотрим в его сторону. Некоторые идут там за счет Дарина Киртуа, как либерал. Говорит, мы идем к вам, потому что ваша платформа, вы патриот. Мне очень приятно слышать такие высказывания. Мне очень приятно, что более 50% сообщений, которые я получаю, их приходят тысячи постоянно. Они приходят от людей, которые государственный язык называют не молдавским, а румынским. И то есть сегодня люди приходят отовсюду. Поэтому сегодня, когда меня спрашивают, вы там слева, справа, говорю, моя платформа, платформа уже нашей партии со вчерашней дня. Это мы патриоты этой страны, которой мне безразлично, что сегодня есть горстка негодяев, который пытается доприватизировать то, что украли за предыдущие товарищи. Сегодня одни тащат в Европу из-за счет того, что там находятся все счета, личные счета, я имею в виду, лидеров Молдавского политбюро, а их деньги находятся в тех же швейцарских банках, в тех же офшорах, где находятся деньги того же Януковича. Я сегодня горжусь тем, я об этом говорил вчера на съезде, что я никогда не был владельцем офшоров, у меня никогда не было западных счетов, и самое интересное, чтобы вы понимали, что у меня этих счетов нет даже в Российской Федерации. То есть, как есть счета компании, есть определенные деньги, которые я зарабатываю, но я их ежемесячно трачу, поэтому откладываю. Мы знаем, что вы позиционируете себя молдавским гастарбайтером, который зарабатывает свои капиталы в Российской Федерации. Но мой вопрос такого рода. Нынешний год для политического класса Молдовы становится своеобразной стометровкой финишной перед выборами. Не поздно ли заходить в предвыборную борьбу именно в это время? Свои шансы как-то просчитывали? И второй вопрос. Когда мысль родилась, что именно войдя уже в политику, можно будет как-то реально изменить или оставить след, будем говорить, в истории страны? Вы знаете, то, чем вы закончили вопрос, следом. С этого я начнем ответ, да? Да, с этого я начнем ответ, да. Я являюсь патриотом этой страны. И я всегда говорил, говорю и буду говорить, что я человек, у которого в душе круглосуточно играет молдавская музыка. И есть масса наших народных артистов. Это тот же Цопа, который поет, когда он поет песню «Винница касса моей купи» и «Касса парентянскому свинди», он эту песню пел в Москве, в Тверской области. Это были абсолютно разные мероприятия, разные праздники. И я всегда был человеком, который все равно хотел приехать домой. Хотя сегодня мои те же друзья, партнеры в Москве этого не понимают. Они говорят, Ренат, ты уже уехал 9 лет назад. Он говорит, ты можешь как-то помогать людям. Ну, зачем тебе во все это влезать? Он говорит, надо этому посвятить жизнь. Все свое время. Я тут не могу с ними не согласиться. Восходя в 6 тысячи, приходят обращения. Да. Я реально живу просто в сумасшедшем режиме. Я сплю там 5 часов в сутки, в 6 это уже победа. Я живу проблемами этих людей. Я не могу бросить то, чем я занимался в предыдущие годы. Там благотворительные какие-то проекты, акции и так далее. Просто раньше, когда-то было несколько концертов в год и какое-то количество людей, которым я оказывал финансовую помощь, операции детям и так далее. Все, что я делаю. Значит, сегодня, как вы понимаете, вдобавок ко всему этому еще появился политический проект, где я четко понимаю, что все выстраивается вокруг меня. И да, я делал определенные опросы перед Новым годом. Причем заказывал их несколько. Один это был через румынский институт, второй через украинский, где мне было интересно, как бы что люди говорят о Ренате Усатом, какова сегодня узнаваемость у меня в стране. Но я понял, что узнавать узнают. Говорю открыто, в отличие от других политиков, что меня, в принципе, с одной стороны расстроило, потом я понял, что это нормально, когда подумал. Что вот в Кишневе мне, например, показало, что Ренат Усатый это 3%, то есть это не 10, не 15. Но для человека, который не был членом партии, да, я стал публичным, я вынужденно стал публичным в мае прошлого года, но для человека, который не так много сделал до сих пор для страны, хотя могу сказать, что в определенной степени я сделал больше, чем некоторые, которые каждый день показывают по телевизору, мы пропустим. Ну, потому что мы не знаем, там есть теневая часть работы, какая-то, посредством. Да, но есть, то есть сегодня мне понятно, что люди начинают понимать, кто такой Ренат Усатый. Я понимаю, что это все держится на Ютубе, на соцсетях, где я там постоянно высказывал свое мнение против того или иного там политического лидера. И 3%, я вам скажу, для старта, я там посмотрел, для Кишнева, то есть мы говорим про 3% не по стране, а в Кишневе. То есть и в Кишневе я не проводил даже ни одного мероприятия. Кстати, на эту тему я хотел провести огромное мероприятие для жителей Кишнева в прошлом году. Площадь была занята. Сейчас я столкнулся с той же проблемой. Значит, 2, 3, 4 мая ко мне прилетают гости. Многие знают, что я никогда не скрывал, что я дружу с многими артистами, там, с российскими, западными. И у нас и на 3 дня в Молдавии прилетает Юлия Савичева, Джон вместе с командой, с группой Бэтбойс Блок, которые приезжали первый раз в прошлом году на храм города Фалешт. И группа Маранди из Румынии. Это увлечение такое, делать такие подарки в свои мусорные граждане. У меня позиция другая. Также, начиная концертами, заканчивая ветеранами Великой Отечественной войны. Потому что, вот я, например, не могу 9 мая помочь всем ветеранам Великой Отечественной войны в один день. Потому что, для меня это, ну, тяжело в финансовом плане. Я Молдавию распределил на сектора, на регионы, где, например, там, ветеранов Фалешт, я поздравляю, родился, вырос на Новый год 23 февраля и на День города 22 мая. То есть, ветеранам Великой Отечественной войны не надо помогать только 9 мая, когда вся страна вспоминает про парад, партии выясняют, кто пойдет первым к памятнику освободителя и так далее. То есть, им надо помогать всегда. Я не сторонник делать по чуть-чуть, но всем. Вот я, например, у меня деньги, которые минимальные пособия для ветеранов, самое маленькое, которое было, это тысячу с лишним лет и максимально там это было 5 тысяч лет, понимаете, потому что я понимаю, что зима, им нужны уже лекарства, они, к сожалению, все в возрасте, нужны лекарства, кому-то дрова, а кому-то просто купить, поесть. Когда ребята, мои там, наши активисты по домам распределяли эту помощь, вот в тех же Бельцах недавно, то мне показывали фотографии, от которых просто хочется плакать. И это один еще из пунктов, почему Ренат Усатый пришел в политику именно сегодня. Когда я вижу учителей, которые приезжают со всей страны, а у меня родители учителя, я знаю, что такое хлеб учителя, потому что моя мама, чтобы помочь мне в студенческие годы, чтобы у меня были деньги на столовую и так далее, и так далее, мама давала частные уроки английского языка до глубокой ночи, для того, чтобы ее сын, студент, как-то мог выживать, понимаете. И когда сегодня в одной из газет или где-то в интернете я прочитал про то, что министр образования высказал в адрес учителей, что вы перед тем, как бастовать, вы бы лучше для начала повысили свой профессиональный уровень. Это кто говорит? Член действующего правительства, потому что сегодняшнее правительство я даже не могу назвать правительством, так же, как я не могу назвать президента, страны, не могу сказать, что президент страны соответствует должности президента. Усатый Ренат не берет на себя многое, да, то есть, что я хочу просто жесткой критикой пройти в парламент и так далее, и так далее. Для этого у нас есть Сергей Маканов в антимафии, который постоянно выходит и который, кстати, чаще всего говорит правду. Я, в принципе, слежу за всеми событиями, что происходит в стране последние пять лет. Но когда сегодня правительство, которое просто уничтожает страну, фактически идет круглосуточная пропаганда унионизма западных ценностей, и сегодня они ничего не могут сделать за счет того, что они шантажируемы западными государствами за счет средств, которые они хранят, я уже говорил, в европейских банках. Если ко мне придет посол того или иного государства и скажет, Ренат, вы должны проголосовать завтра за закон голубых, потому что у нас в стране Филат объявил, что сделают страну зеленой, но в то время, пока они начали делать ее зеленой, они еще сделали ее практически голубой, понимаете. Они кто такие, что позволяют себе за счет того, что они шантажируемы западом, сегодня вся страна должна терпеть весь тот бред, который у нас есть сегодня. Сегодня для того, чтобы отвлечь людей от реальных проблем, которые у нас сегодня есть в экономике, в социальной сфере, нам придумывают искусственно. Вот это, кстати, уже не... Вот здесь уже работали политтехнологи. Я вам как человек, который понимает... Не зря говорится о том, что молдавскому народу предлагают все время мечту. Вот евроинтеграторы предлагают мечту евроинтеграции. Те, которые говорят, что надо вернуться к тому, что было когда-то в союзе с Россией, таможенный союз. Ваша мечта? Вопрос не в том, что они толкают только евроинтеграцию. Хотел сказать другое, что людей, когда хотят отвлечь от проблем, дать им, придумать им занятия на несколько месяцев. Вот придумали ситуацию с демонтажом памятника перед Академией наук, заменить его памятником румынскому языку. Я говорю, ребят, вы что делаете? Я говорю, давайте сегодня... Да, я ничего против не имею памятника румынского языка. Давайте его сделаем в Центральном парке Кишинево. Я говорил, в Лепканах давайте сделаем памятник украинскому языку. Там все говорят на украинском. Мне кажется, это против никакой памятник. Я не знаю, аналоги есть в мире? Нет. Но демонтировать, понимаете, они сегодня что делают? Они демонтируют один, пытаются заменить его другим, понимая, что это произойдет, произойдет конфликт высказывать одну позицию, которая против, и я тоже против в том числе. И дает возможность ультраправам выходить, выступать, что-то говорить. И люди все заняты какой-нибудь под урядом у меня, как это обычно у нас происходит. Если говорить про мечту, у меня сегодня мечта, чтобы люди в Молдове стали жить лучше. У меня сегодня мечта возродить среднее техническое образование, которое в стране уничтожено. И поверьте мне, я могу считать себя профессионалом в бизнесе, и, наверное, не только в бизнесе, который четко понимает, что в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, в Молдову не придет ни европейский инвестор, ни российский, ни американский, потому что у нас нет квалифицированных рабочих. Моя мечта пересмотреть внешний долг. И поверьте мне, мы это сделаем успешно. В сторону убывания? Да, в сторону убывания. Объясню вам, почему. Для того, чтобы европейцы не говорили, что Молдаване плохо считают. Мы привлечем европейскую компанию аудитора с мировым именем, который сделает ревизию внешнего долга в Молдавии. Я вам даю 100%, что в результате этой ревизии выяснится, что 20-25% денег были украдены, еще 25% денег были потрачены, нецелесообразно. И в результате этого мы получаем, что сегодня 50 миллионов долларов в год мы платим проценты за внешние долги. Потом я выйду к людям. Не важно, про европейский, про российский, про румынский. И скажу, уважаемые сограждане, вот мы платим лишних 25 миллионов долларов в год проценты. Вы согласны оплачивать дальше эти проценты или нет? Я вам скажу, что вся страна скажет нет. Ну, однозначно. То есть, есть вещи, которые объединяют. Как обосновать не платить эти деньги? А как обосновать? Вот они сделают аудит и они докажут. Ведь они же кричат, что Молдова коррумпированная страна с коррумпированным правительством. Послушайте, вы знаете, что у нас все коррумпированы. Вы продолжаете грузить страну кредитами. Так, а зачем вы нас грузили, если вы знали, что у нас коррупция? Причем, есть случаи, где часть денег были распилены европейскими компаниями. То есть, между теми, кто грузил и теми, кто подгружался. Совершенно верно. И почему сегодня мы должны платить эти деньги? Ихний проект, а я четко знаю интересы Запада, это еще один из пунктов, почему Ренат Усатый сегодня резко, без подготовки, не имея готовой политической партии и так далее, и так далее, ворвался в молдавскую политику. Потому что 20 с лишним лет Румыния не подписывает с нами базовый договор. Это претензия ко всем экс-президентам Румынии и сегодняшнему президенту Румынии, где кто-то должен был взять на себя инициативу. Обязательство, прежде всего. Обязательство. Признать нас как государство, как соседей. Соседей надо уважать, как минимум. Не важно, хорошие они, плохие, но их надо уважать. Так же, как сегодня я уважаю ту же Румынию. Но сегодня, не подписывая с нами базовый договор, одно из условий перед вступлением в ЕС перед Румынией было подписать базовый договор со всеми соседями. Понимаете, сегодня Румыния подписала базовый договор с Российской Федерацией, с нами они его не подписывают. Я вам объясню, почему. И на Западе это решили еще за нас в 1994-1996 году. То есть, открывается, осталась приоткрытая калитка. Внешний долг Молдовы к 2018-му году будет примерно такой же, во сколько они оценили сегодня наше государство. И когда наш внешний долг, а наша Молдова они оценили порядка 6,5-7 миллиардов долларов. И когда внешний долг достигнет этой величины, начнется главная песня. Республика Молдова, вы являетесь хорошей страной, с добрыми людьми, прекрасными традициями, но вы являетесь уже страной банкротом. Мы больше не можем вам давать никаких кредитов. Поэтому, чтобы как-то выжить, вам надо примкнуть к какому-нибудь вашему мощному соседу. И, вы знаете, это перебор. То есть, поэтому сегодня одно из первых вещей, которую я буду требовать, я буду не просто требовать, а я этого добьюсь. И я думаю, что в течение месяца одна из первых официальных встреч это будет моя встреча с президентом Румынии Трэном Басецку. Нам с семьей что обсудить. Во-первых, мы родили 4 ноября в один день. То есть, начнем мы наше время рождения. В разные годы. Да, в разные годы. А продолжим мы базовым договором, подписанием базового договора. Потому что, я всегда говорил, я очень многие вещи для страны дел, даже, скажем так, не будучи публичным лицом. Я никогда не выходил на концерты, во время концерта на сцену, или не говорил ведущим, объявите в микрофон, что данное мероприятие организовал Ренат Тусат. Я себе тихонечко находился там где-то рядышком со сцены. И очень многие другие вещи. Понимаете, сегодня про базовые договоры я вам сказал. Дальше. Презумпция виновности чиновника. Это пункт, который меня беспокоит больше всего, где есть четкое понимание сегодня, что профессия чиновника в республике Молдова это самая блатная профессия в стране. На телецентре в Кишиневе 90% дома чиновников, 10 бизнесменов, но называется это бизнес районами. Сегодня чиновник, если не докажет происхождение денег, откуда Порш Каен оформлен на двоюродную сестру, дом за границей на какую-нибудь бабушку или водителя и так далее, мы это будем просто все отнимать. Понимаете, когда в сельском хозяйстве... Не страшно заниматься такой экспроприацией, потому что я думаю, что лоббирование интересов этих людей, из которых вы уже заранее настраиваете своих, назовем так, противников, вот этот рычаг, он довольно мощный. Защита собственных интересов всегда превалировала даже, не знаю, в политическом контексте, прежде всего деньги. Они будут делать то, что смогут, а мы будем делать то, что мы захотим. Потому что сегодня, если рассуждать так, как вы говорите, то Ренат Тусатый вообще должен был дальше продолжать жить в Москве, наблюдать в интернете за тем, что происходит в Молдавии, и не объявлять фактически открытую войну молдавскому куматризму. Потому что, если так рассуждать, то у нас и Филат, и Птиех, Филат у нас абсолютно законно приватизировал и Птиех, Плохотнюк легально приватизировал гостиницу Кодру, то, что они пропустили, это через какие-то офшорные компании. Или есть решение европейского суда о том, что это была законная приватизация, это меня вообще не интересует. Решение европейского суда носит рекомендательный характер. Понимаете? И сегодня, если на все это посмотреть, на решение Каушанского суда, как некоторые делают, Буюканского, Рыжканского и так далее, и так далее, то получается, у нас вообще в стране все было законно. А я вам говорю, что сегодня улицу Штефан-Чалмарь в Кишневе украли с двух сторон, горстка людей, поэтому я выступаю за пересмотр приватизации за последние 13 лет. Я выступаю сегодня за жесткие реформы в силовых структурах, потому что я говорил даже вчера на пресс-конференции, когда меня спрашивали, как вы это видите, кто они, кого из политиков вы считаете, кто вам больше всего из политиков нравится, как лидер и так далее. Я сказал, я говорю, если для молдавского варианта, то Молдаве нужен только Лукашенко-2, и я им буду, хотя от этого некоторые или нет. Я понимаю, для того, чтобы иметь правильное силовое государство, это нужно провести правильные реформы, не тот бардак, который устроили сегодня в МВД, прокуратуре, центре и так далее, и так далее. Вот я в программе написал про то, что ликвидировать центр по борьбе с коррупцией, как один из главных источников коррупции в стране. И ребята оттуда начинают выходить, там кто-то через знакомых, кто-то пишет, и говорит, слушай, мы там куда? Я говорю, ребят, нет проблем, в стране должна быть одна экономическая полиция, и возможно, для вас будет создано какое-то специальное управление по борьбе с коррупцией, и так далее, и так далее. Но сегодня в небольшом государстве, когда четыре этажа народу думают, как у кого что отнять, ну, это не самый правильный выход. Ну, вот смотрите, тот же самый Лукашенко в Европе заслужил реноме последнего европейского диктатора. Не страшно, что вот такая слава перекочует на Рената Усатова? Вы знаете, я четко понимаю сегодня, что будет 20% как минимум недовольных. Это будет недовольные, у которых мы будем что-то отнимать. А отнимать не для Рената Усатова, не для нашей партии, а для жителей этой страны, у которых все это в те или иные годы украли. И вы знаете, меня устраивает сегодня ситуация, когда 20% людей в стране меня будут ненавидеть, а 70-80% будут аплодировать. И это нормально. Понимаете, когда я сегодня четко понимаю, что надо решить правильно отношения, выстроить правильные отношения с Российской Федерацией. Все лидеры Молдавского политбюро за всю историю молдавской политики врут и русским, и европейцам. Просто европейцы их зажимают, шантажеры их личными сбережениями, у русских этих рычагов нет. Но есть рынок, есть условия. Да, но сегодня я четко понимаю, понимаете, сегодня выйти правильно, подойти правильно к руководству Российской Федерации, я, например, знаю, как сегодня решить проблему, чтобы энергоресурсы в стране подешевели и подешевели ощутимо. И вы знаете, вот те 20%, которые будут меня ненавидеть, но 80% остальных, которые увидят, что люди, которые платили 3000 за отопление зимой, с появлением так называемого диктатора Рената Усатова, начали оплатить за отопление зимой 1600 или 1700 вместо 3000. И не важно, это люди, пророссийские, прорумынские, прорумынские, я знаю, что люди увидят, что за 20 лет пришел кто-то, кто реально в стране начал что-то менять. Ну вот поделитесь вот этим механизмом, секретом, вот как это возможно, как это реально сделать, так, чтобы считаться меньше года. Главный механизм это перестать врать, потому что делать то, что делал тот же Филат, когда на последней своей встрече с президентом Российской Федерации в Сочи Филат нам многое пообещал. Не только, в общем-то, эти обещания отдавались. Нет, они все отдавали, понимаете, у нас все лидеры использовали Кремль и Брюссель строго для своей предвыборной кампании с кем-то сфотографироваться. Европейские политики это Лупу, Филат, Плохотнюк, это люди, которые пытались попасть в Москву, сфотографироваться, подписать договор о дружбе и сотрудничестве с Единой Россией, записать на видео обращение кого-то из кремлевских чиновников в поддержку той или иной партии, и потом они забывают то, что они обещали, вымаливая вот эти, скажем так, бонусы для своей партии и потом начинают врать. Естественно, это людей начинает раздражать и Молдавия получает некие жесткие санкции. Это то у нас эмбарго на алкоголь, сегодня у нас проблема с гастарбайтерами и так далее, и так далее. Потом эти же лидеры летят в Брюссель и говорят, вы знаете, вы же сами нам советовали ни в коем случае с Российской Федерацией не ругаться, правильно выстраивать отношения. Давайте вот мы, чтобы мы как бы не отказывались полностью от третьего энергопакета, как это делал Фила, давайте отсрочку до 20-го года и получилось, как бы русским он пообещал, что он полностью откажется от третьего энергопакета. В Брюсселе он пытался сыграть и получил эту отсрочку, показывая, как бы, что все-таки... Мне кажется, это бы коснулось проблем любого лидера, который был в положении тогдашнего премьер-министра. Я вот в этом положении не нахожусь и я четко говорил, сегодня, если западные посольства попытаются еще раз в Молдове организовать то, что они организовали 7 апреля, то, что они организовали в Киеве, весь мир сегодня наблюдает за Евромайданом. И сегодня... Запад говорит, что все это организовано как раз Россией. Да, секундочку. Так вот, у нас происходят интересные вещи. Значит, когда у нас Майдан был в Киеве, Запад у нас говорил о том, что люди просто вышли высказать свое мнение. Сегодня, когда этот Майдан перенесся на восточную часть Украины, сегодня они уже... То есть, у тех людей оказывается, мнения нет. Были только у тех, которые выступали в Киеве. То есть, сегодня мнение этих людей никого не интересует. Майдан есть только в Киеве. Ну, послушайте, мы говорим не про название, мы говорим про то, что происходят события, которые не отличаются то, что происходило в Киеве, ничем не отличается от того, что происходит сегодня на Востоке. Только там это поощрялось, а в этом случае это уже у нас опять русские виноваты. Понимаете? То есть, сегодня, почему я говорил, что Молдова не должна быть местом выяснения отношений между Западом и Востоком. Потому что сегодня одни тащат Молдавию и Евросоюз. Тащат в прямом смысле слова, тащат. Русские, по крайней мере, Молдавию в таможенный союз приглашают. по крайней мере, такого жесткого вмешательства, как я вижу со стороны Запада, это у нас, то у нас прилетает 18 министров иностранных дел, первые лица Соединенных Штатов Америки, Еврокомиссии и так далее, и так далее. Со стороны России я этого до сих пор не видел. И сегодня Молдова, мы докажем, что должно быть местом взаимодействия между Западом и Востоком. Почему я говорю, что сегодня есть плацкартный вагон под названием Евроинтеграция, в котором едет весь правящий альянс. Есть вагон под названием, еще один плацкартный вагон под названием Таможенный союз, в котором есть партия коммунистов, социалистов, регионов и так далее. Вы предлагаете купейный вагон? Я не купейный, я еду, не я, мы едем в вагоне СВ под названием Молдова статус нейтрального государства. Пока мы не создадим условия, правильные условия для инвесторов в Молдове, пока мы их не заинтересуем, сюда никто никогда не придет. Для этого восстановим за полгода среднее техническое образование, потому что все эти ГПТУ, СПТУ, которые фактически уничтожены, на их возрождение не надо двух лет, трех или четырех. Жесткая команда и поверьте, они через полгода зарабатывают. Техническая база пока. И самое главное, самое главное, что данное учебное заведение, там не нужно учиться пять лет для того, чтобы стать токарем, сварщиком, но мы, когда начнем выпускать в год тысячи квалифицированных рабочих, для инвесторов мы будем интересными. Раз. Пункт номер два. Будут у нас правильные цены на энергоресурсы. Это нам нужно решать только с Российской Федерации. Это будет для инвесторов пункт номер два. Правильная налоговая политика пункт номер три. И самое главное, сегодня, если европейцы посчитают, а считать они умеют, потому что ситуация у них в Евросоюзе не самая хорошая в экономическом плане, когда они поймут, что открытие производства в Республике Молдова приведет к тому, что Молдова, имея нейтралитет, который мы имеем сегодня, ведь все товары, производимые в Республике Молдова, сегодня идут в Российскую Федерацию без оплаты таможенных пошлин. То есть оплачивается только НДС. И когда они поймут, что ту же Шкоду, если будет написано Made in Moldova, сделано в Молдове, можно будет в России продавать на 6 тысяч евро дешевле, вы же понимаете, что они смогут конкурировать на Востоке с теми же японцами, которые являются очень серьезными конкурентами в автомобилестроении в Российской Федерации. То есть сюда инвесторы придут тогда, когда они экономически увидят, что в Молдову есть смысл заходить, вне зависимости, кто президент, кто премьер и куда смотрит Молдова, на Запад или на Восток. Постараюсь сразу же развернуть беседу следующим образом, по вашим трем пунктам. С токарями, с лицарями все тут понятно, они нужны, но не случится ли так, что мы будем создавать кадры, что для Российской Федерации, что для той же Италии? Я вам объясню вещь. Я сам начинал гастарбайтером, и поэтому я до сих пор себя так называю, этого слова не стесняюсь. Я жил, как и многие наши выходцы из Молдовы, мы жили там 8 человек в небольшой квартире. Я знаю, что это такое, и сегодня я знаю, как эти люди тоскуют по дому. Почему я говорил, что в этом году я построю самый большой памятник в стране, памятник молдавским гастарбайтерам, потому что если бы не полтора миллиарда долларов в год, которые переводят эти люди в Молдову, неважно, гастарбайтеры, в Российской Федерации, Италии, Португалии, со всего мира, без этих людей молдавская экономика бы рухнула еще 15 лет назад. И сегодня, когда человек увидит, что в Молдавии восстанавливается промышленность, слово промышленность даже у многих сегодня в Молдове вызывает улыбку, у нас нет промышленности, у нас сегодня есть предприятие, которое просто выживает. Когда люди увидят, что что-то строится, что-то производится и так далее, и так далее, значит, люди сами, поверьте мне, вот те же учителя, врачи, которые стали плиточниками или барменами в Московской области, они когда увидят, что да, в Москве он зарабатывает тысячу долларов, прячется от ФМС, живут в ужасных условиях, билеты в Молдавию туда-обратно и так далее, и так далее. И когда он поймет, что эти 7-8 тысяч лей он может заработать в Молдове, поверьте мне, это будет для него ближе, чем те 13 тысяч лей, ну, тысячу, полторы тысячи долларов, которые он зарабатывает. Он будет дома с женой, детьми. Возрождение промышленности, в общем-то, как один из тех магнитов, который может вернуть нам рабочие, то есть наших с вами соотечественников сюда, сегодня невозможно без инвестиций. Совершенно верно. Но соседняя Украина тоже была своего рода, ну, нельзя сказать, чтобы раем, но довольно мощным магнитом для инвестиций. Туда шли инвесторы, и смотрите, что сегодня там происходит. Это вообще вызывает такой инвестиционный шок. А я вам объясняю, почему. Потому что, когда лидер страны, кем являлся, Виктор Федорович Янукович, грабил в течение трех лет собственный народ, получив огромный негатив даже у тех, которые за него голосовали, которые его поддерживали, вы понимаете? Поэтому сегодня, когда он оказался в опасности, и когда он попытался людей, скажем так, вышел с обращением к нации, как лидер, да, Украины, что вот родина находится в опасности, уважаемые жители Украины, кому не безразлично, выходите на улицы, мне нужна ваша поддержка. Ведь никто не пришел. Люди не хотели приходить даже за 30 евро в день. Почему? Потому что недоверие к власти. И сегодня то, что я в Молдове сделаю, я вам докажу. Если, не дай бог, со мной что-то не произойдет, меня никто там не убьет, не упадет кирпич на голову и так далее, потому что я не боюсь ничего. Я об этом всегда говорил. Я докажу сегодня то, что самое главное, я верну жителям Молдовы доверие государству, которое у нас сегодня, этого доверия просто не существует. Понимаете? Да, когда власть заботится своих сограждан опять же посредством зарплат, бюджетникам и так далее. Но вот здесь, мне кажется, слабый момент. Вы говорили третьим пунктом. Это уменьшение налоговой базы. Не уменьшение, а правильная налоговая политика. Да, но сегодня что происходит? Налоги главные источники для зарплаты. Умники, которые входят в 20%, которые меня будут ненавидеть, которые сегодня платят у нас 3-4 миллиона лей в год налоги. А я знаю, что они должны платить 40 миллионов лей в год налоги. Понимаете? А все эти налоги повесили на мелкий и средний бизнес. Я же слежу за тем, что происходит в стране и начал следить не тогда, когда заявил о создании партии. Я живу в Молдавии последние 5-6 лет. И вот последний случай. То у нас выходят у учителя на забастоку. Выходят продавцы, вернее, да, продавцы одного из кишиневских рынков. Понимаете? Значит, людей довели до этого. А довели почему? Потому что сегодня показывают работу на вымогательстве налогов, не побоюсь использовать этот термин, с мелкого и среднего бизнеса. Понимаете? То есть, что является просто абсурдом. Сегодня есть бизнесмены в стране, которые зарабатывают огромные деньги в год, и они для этой страны ничего не делают. И некоторыми из них я говорил, что уважаемые товарищи, ну там бы приходилось предложением помочь мне финансово в предвыборной кампании, и видели бы вы лица двух бизнесменов, которые принесли мне 250 тысяч евро со словами, я говорю, это что? Они говорят, это страховка. Страховка, а чего? Он говорит, ну мы обычно перед выборами даем всем партиям. Нет, они оказывается страхуются, они мне сказали, что они страхуются так 10 лет. А я знаю, чем занимаются этим люди. Эти люди занимаются контрабандой. Я сказал, ребят, да вы у меня будете в расстрельном списке в первой двадцатке вместе с теми, кто породил в стране контрабанду. Я понял, что в общем-то центр тяжести вот этого налогового времени будет перенесено с среднего мелкого бизнеса на крупный бизнес. Так получается. Не совсем верно. Понимаете, вот смотрите, вот при тех же коммунистах, вот я говорил, как-то, что есть люди, которым я симпатизирую, в независимости находятся они в партии хорошей, плохой или очень плохой. Мне кажется, плохих или хороших партий не бывает, есть просто партии. есть просто партии. Ну, скажем так, с отрицательным имиджем, я бы сказал, партии. Ваши глаза. Не будем же отказывать любви их однопротивиться. Послушайте, ну, сегодня лидеры правящего альянса, я говорю сейчас конкретно про Филата и Плохотника, это люди, у которых самый высокий антирейтинг в стране. Понимаете? Несмотря на то, что у них там медийное пространство, у них все в порядке с финансами, они занимаются благотворительностью, так же, как Ренату Саты. Филат у нас каждое воскресенье дает от 30 до 100 тысяч лей в церкви, которую он посещает. Вы понимаете? То есть, вот платить 30-100 тысяч лей раз в неделю, они людям дают, устраивают праздники, дают продовольственные пакеты, дают деньги, которые у этих же людей украли. Сегодня я горжусь тем, что в Молдавии у меня нет никаких доходов, я не участвовал, не занимался контрабандой мяса, спирта, приватизация. Благотворительность это всегда хорошо. И это дано благотворительностью на заработанные деньги. А когда ты крадешь у людей, как они недавно хотели украсть в Молд Телеком медцом, и сейчас будет вторая попытка, потому что они перенесли после того, как его шли. Вы же знаете, сами не пойман, не ворота. Нет, послушайте. Давайте не будем адвокатами правящей власти, потому что я бы назвал даже не правящей властью, а правильным режимом, потому что которые уничтожают страну, продают наше государство и хотят лишить эту страну свободы. Поэтому сегодня, раз я затронул тему религии, вот у меня есть... Я попрошу такую паузу, потому что тема довольно особенно в преддверии пасхальных праздников, тема, которая заслуживает отдельного внимания, и предлагаю прерваться. Мы, как каждое предприятие в этой стране платим налоги, заработков, которые, в данном случае, с рекламой. У нас реклама, вечерним разговорам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 Мы продолжаем наш вечерний разговор. Гость программы Рината Усатый. Я, прежде чем продолжить разговор, напомню, мне очень нравится роман английского писателя Уильяма Теккери «Ярмарка тщеславия». Он там говорит, Посейте поступок, и вы пожнете привычку. Посейте привычку, и вы пожнете характер. Посейте характер, и вы пожнете судьбу. То есть вот в одном этом предложении можно сразу увидеть целую цепочку причинно-следственных каких-то моментов, которые и отражаются на нашей судьбе, на нашей жизни. Наши привычки диктуют наши поступки. Наши поступки уже слагаются в целую судьбу. Мы закончили последнюю минуту первой части нашего разговора на такой волне. Мы заговорили о православии, о пасхальных праздниках, грядущих. И тема деликатная была всегда для каждого верующего человека. И я думаю, вы верующие, мне кажется. То есть часто ее в нашей стране, вот эту тему, любят использовать в таком рекламно-политическом характере. Чаще всего. Да, потому вот даже доставка благодатного огня. Да, вот на тему доставки благодатного огня. Вот завтра я выйду с обращением к митрополиту Владимиру. Ну уже можно сказать и сегодня. Это телевизионное интервью тоже нужно воспринимать. Да, фактически сегодня, да. То есть я выхожу с предложения к митрополиту Владимиру. О том, что Ренат Усатый готов профинансировать привоз благодатного огня в Молдову. Доставку. Доставку, да. Благодатного огня в Молдову. Но митрополит Владимир должен отказаться от своего главного героя. Или вообще от политического сопровождения. Владимира Филата. Потому что сегодня Филат у нас заказал самолет уже. Проплатил, либо собирается проплатить все расходы, связанные с данным мероприятием. И сегодня я ненавижу, когда политики в стране зарабатывают политические дивиденды уже на церкви. То есть особенно, когда человек уволенный по подозрению в коррупции и так далее, и так далее. Это было всегда. Не будем повторять его историю. Смотрите, в 12 раз привозится огонь. Послушайте, в данном случае у нас решил лично Филат лететь за огнем. Потому что не имея сегодня портфеля, не имея сегодня должности примера, он пытается хоть как-то себя показать. Ну, но человеку очень нельзя же ему отказывать в том, что ты его лично делал. Давайте делаем по-другому. Давайте сегодня Ренат Усатый оплатит. И не летит ни Филат, ни Плохотнюк, не летит Ренат Усатый ни в коем случае. Я не буду участвовать в раздаче этого огня. Я его дождусь в фалештах, нет проблем. Давайте оплачу и не дадим тем самым возможностям спекулировать уже и строить свою предвыборную кампанию на церкви. Вот я, например, несколько месяцев назад в одном из монастырей в Российской Федерации заказал несколько икон с образом святой Матрионы. И с благословления патриарха в ближайшее время должны получить разрешение. Ну, то есть эти все иконы будут с частичками мощей Матрионы. Я хочу эти иконы передать в каждую епархию Молдовы по одной, для того, что из-за того, что я ходил к Матрёне в Москве, я вижу километровые очереди. Не важно, это воскресенье, среда, праздник или выходной. И я знаю, что сегодня это на меня очень положительно влияет. И сегодня я хочу подарить, не хочу, а максимум через несколько недель подарю в каждую епархию Молдовы по одной иконе с образом Матрёны с ее мощами, чтобы могли люди приходить из населенных пунктов, у которых даже нет возможности купить себе билет в Кишиню. Ребята, но спросите, даже вот этот поступок, который был, хороший поступок, добрый, но то, что он озвучен и вами будет предпринято от вашего лица, уже тоже сам, уже и, по сути, является политическим тоже каким-то пиаром. Да, но есть секундочку. Чем занимался Ренат Усатый 9 лет? Ренат Усатый уехал в Москву, сделал сам себя и тратит деньги, неважно, на благотворительность или на что-то другое, деньги, которые сегодня Усатый Ренат зарабатывает. Владимир Васильевич Филат тратит деньги, которые он крадет у тех же людей, которые смотрят по телевизору, как он приедет с огнем. Вопрос сейчас не только в Филате. Не должны политики, потому что чаще всего они самые грязные люди, они не должны привозить святыни, благодатный огонь, и вся страна должна наблюдать это по телевизору. Это должен делать митрополит Владимир. Это могут быть 10 бизнесменов, которые оплатили ту же поездку, потому что для одного это дорого. Попечители, так называемых. Совершенно верно. А 10 бизнесменов, это не проблема даже для Молдовы. 10 бизнесменов оплатить чартер, гостиницу и так далее, и так далее. И вот тогда это красиво. А сегодня то, что хотят сделать в ближайшую субботу, это кощунство. Когда человек, его не столько интересует огонь, сколько у него есть возможность с поводом появиться на публике, прайме, всех остальных каналах и так далее, и так далее. И это неправильно. Почему я говорю? Давайте я оплачу. Я уверен, что я найду бизнесменов, которые поддержат этот проект. Но мы не будем стоять у самолета. Я понял. Мы дождемся, я надеюсь, ответ Владыки на ваше предложение. На этой неделе будет понятно все. Не на этой неделе, а прям завтра надо этим серьезно заняться. Буквально завтра вам можно будет уже знать это. Хочу сказать, что от такого политического пиара на святом, давайте перейдем к святым вещам. Вызывая огонь на себя, собственно, вот такой идеологической платформы. Борьба с чиновниками, куматризмом, борьба с незаконными доходами. Не кажется ли вам, что вы становитесь в такую жесткую оппозицию сегодняшней власти? И так или иначе, политическая борьба будет накручивать свои обороты. Особенно на самой, буквально, 10-метровке финишной. И все чаще и чаще политики начинают заговорить о том, что возможен украинский сценарий. Ну, вот судьба толкнет вас, предположим, не дай бог, конечно, что-то подобное случится. Вот на какой стороне баррикад вы оказались бы? Я буду... Что значит на какой стороне баррикад? Я сегодня, во-первых, я не совсем понимаю просто о чем вы говорите. Ну, то есть, вот представим себе, украинский разлом прошелся по Молдове. Совершенно верно. И, ну, выборы, непризнание этих результатов. Вот тот же 7 апреля 2009-го, но уже будем говорить ноябрь или там февраль следующего года. Я просто еще раз вам говорю. Мы все равно придем к власти. И мы все равно, вот все товарищи, которые организовывали 7 апреля Евромайдан и так далее, я буду закрывать эти посольства и вместо них делать караоке. Понимаете? Я это говорю им открыто. То есть, Ренату Сайту, он одинаковый. Тот, который сейчас находится перед вами, тот, который находится на встречах с западными представителями, на встречах со студентами. Я одинаковый, я не бываю разным. И сегодня прямое вмешательство во внутренние дела Молдовы, финансирование вот этих наркоманов, негодяев, ублюдков, которые на Майдане. Вы видели лица этих людей? Это были не патриоты. Это просто были жлобы, где моя была позиция, вот как-то меня спрашивали, вот скажите, вот на Украине сегодня начались волнения и так далее. Я говорю, Янукович должен сегодня отдать команду огонь. Это была одна из моих встреч со студентами. Он говорит, как, вы хотите, чтобы так же и Молдова была полностью в крови, как и Украина? Я говорю, нет, вы не поняли. Если Янукович не даст команду огонь сегодня-завтра по тем людям, которые получали деньги в западных посольствах, по тем людям, которые готовили эти молотовые коктейли, которые бросали в работников полиции, бросали в Беркут, у которого дома жена, ребенок и так далее, и так далее. То есть получается, что представители некоторых посольств вместе с какими-то наркоманами, бандитами будут лишать жизни людей, и огонь надо было открывать по этим людям, то есть вот по этим ключевым активистам, которые все это устроили. Мне сказали, что нет, это мировая сообщество. Не демократично. Не демократично. А что мы имеем сегодня? Там начали погибать просто люди на том же Майдане в Киеве, где уже погибали люди разные, и силовики, и сторонники Майдана, и противники, и так далее, и так далее. Все равно Украина вся в крови, это показывает все телеканалы мира, и так далее, и так далее. То же самое, как у нас было, когда у нас возникла проблема с Приднестровым. Помимо 7 апреля. В 91-м году. В 91-м году, если бы решили, первые двойцы правильно подошли бы к решению задач, сегодня бы не обсуждалась проблема Приднестровья. У нас бы этой проблемы не было. Надо было решить проблему с ценной частью людей, заговорщиками, которые создали ту ситуацию и разожгли этот конфликт. Не случилось ли так, что и там бы разрушили бы промышленность? Нет, сегодня ситуация в том, что Приднестровье должна получить статус федерации. Сегодня там поколение, которое считает, что родились в независимом государстве. Сегодня они должны быть республикой Молдова, но со статусом федерации. Как сегодня у нас Ингушетия, Чечня, Татарсан. Да, у них будет премьер-министр. Это в России вы имеете в виду? А? В России так? Нет. Я имею в виду это в России, но я имею в виду в нашем случае с Приднестровьем. Да, они будут республикой Молдова, у них будет свой премьер, свое правительство. Но у них будут наши паспорта, у нас прекратится контрабанда из Приднестровья. Общая дивизия, финансовая система. И так далее. Сегодня то, что там кто-то выступал, что Приднестровье сегодня, все жители Приднестровья являются гражданами Российской Федерации. У нас сегодня полстраны являются гражданами Румынии. А если бы дали украинцам безвизовый режим 10 лет назад, то у нас бы вся страна была бы гражданами Украины. Понимаете? То есть сегодня нельзя из этого делать проблемы. А вот то, что мы слушаем 20 лет по телевизору. Решение Приднестровского конфликта. Это шасса плюс дой, дой плюс нову с участием Запада, с участием Российской Федерации. Сейчас у нас переговоры, проедаются, пропиваются куча денег на эти все мероприятия. А за эти деньги можно было открыть метрополитен из Кишнева до Террасполя. Вот сколько денег потратили 20 лет на решение этого конфликта. И никто не подошел серьезно к решению этой задачи. Мы видим каждый день, по крайней мере, вот спросите меня на вскидку. Назовите первого министра или члена правительства, который вам придет в голову, я назову Карпова. Почему? Потому что практически каждый день мы видим Карпов, Штанский. Штанский, Карпов. Отказались, поговорили, обсудили и так далее. И это мы все наблюдаем 20 лет, понимаете. Никто не собирается решать эту проблему. Мы эту проблему также решим, понимаете. Сегодня в тех же силовых структурах есть нормальные ребята. Они есть и в полиции, и в Сибири, и в прокуратуре. Но этим ребятам не дают подняться выше того уровня, что они находятся. Потому что у нас после любых выборов на арене остаются одни и те же руководители. Их просто меняют местами, те же комиссары. Просто он переезжает с одного района комиссаром в другой. Либо его увольняют, якобы решением суда он восстанавливается. Понимаете, сегодня те реформы, которые есть в стране, сегодня надо отдать должное партии коммунистов. Потому что во время правления коммунистов в стране был один блатной. Это министр внутренних дел Попук. Про которого говорят разные, но по крайней мере в стране был порядок. Сегодня у нас опять количество грабежей, разбоев, убийств. То есть так, как возросло это за последние три года. Потому что своей демократией они создали все условия для преступности. Преступник, если не договорился в МВД, он договорится в прокуратуре. Не договорился с первыми и вторыми, он договорится в суде. И сегодня, когда эти негодяи заходят в дома бизнесменов, жгут утюгом женщину на глазах мужа для того, чтобы бизнесмен отдал все деньги, что есть в доме, значит, таких людей надо расстреливать при задержании, либо отправлять в реанимацию. И это тоже могут назвать недемократичными мерами. То есть то, что они жгут людей. То, что сегодня наркотики продаются во всех вузах страны, это нормально. А вот возьмите этих наркодилеров, десяток их. Я говорю про наркодилеров, которые продают большими партиями те же наркотики. Отправите их в реанимацию, а лучше всего на кладбище 10 человек. И поверьте мне, это лучший девиз для страны Молдова без наркотиков. По поводу наркодилеров и наркотиков. Я, будучи журналистом, участвовал в 2007 или 2008 году на пресс-конференции МВД. И после того, как уже сворачивались микрофоны, расходились, я подошел к руководителю управления по борьбе с наркооборотом тогдашним и задал вопрос. Вот по международной квалификации Молдова проходит как страна-потребитель или производитель наркосодержащих веществ. Он говорит, к сожалению, мы страна-производитель. Молдова-производитель? Да, вот тогда. То есть, это беда, которая родилась, наверное, все-таки не сейчас, и, может быть, еще не тогда, а задолго. Сегодня, как это развито, сегодня я говорил в одном интервью, вот я жду студента, который находится у нас в гостях, не в гостях, но уехал навестить родителей за границу, который сегодня разложил мне всю схему в одном из университетов Кишнева, как продаются наркотики. С участием работников полиции, которые подбрасывают несколько грамм наркотиков студенту, и потом говорят, мы тебя закрываем, или ты будешь дилером. И вот так сегодня студентов делают дилерами, понимаете. И этот парень рассказывал, потому что один его брат стал жертвой таких людей, и сегодня то, что он мне рассказывает, у меня просто волосы дыбом стоят. Да, есть с чем бороться, подключайте своих сторонников, тех, которые вы называете, что есть в этих структурах, люди, которые вернутся на служебную ногу. Я говорил о том, что я покажу фалерский вариант, потому что я оттуда родом, решение данной проблемы. То есть очищение страны начнем оттуда. Да, но мы не оттуда начнем. Фалерский вариант, это я имею в виду, у меня есть свой взгляд на решение этого вопроса, и вам понравится, как я решу этот вопрос. Я не позволю, зачем я тогда сюда приехал? Одни продают наркотики. Весь север Молдавии, вместо того, чтобы помочь бизнесменам на севере Молдовии реализовать яблоки, которые они не могут реализовать из-за выяснения отношений между Молдавией и Российской Федерацией, они сегодня занимаются только тем, что организовывают контрабанду спирта по всему северу Молдавии. А как люди продадут яблоки, где они возьмут деньги на удобрения и так далее, и так далее. Никто ничего не делает. Сегодня государство имитирует помощь аграриям, которых более 50% населения Молдовы вовлечено в аграрный сектор. И сегодня для них же ничего не делают. И вот собирают этих лидеров, что-то рассказывают, обещают. Конкретно нет никаких изменений. Ренат, а вот вы деловой человек. У меня неоднократно состоялись беседы с людьми дела. И мы часто обсуждали политиков. Пусть они нас извинят за это. И один из моих визави привел такой пример, как на их взгляд оценивается тот или иной человек. Они мне примерно такую схему предложили. Вот посмотри, допустим, берешь такой-то год. И примерно узнаешь об этом человеке, где он был. И сколько он стоил. То есть, сколько у него было денег до входа в политику. Да. И сколько у него было денег уже после выхода в политику. Вот вы согласны войти в политику, зная, сколько у вас сейчас есть капитала. И выйти или с той же суммой, или вообще без ничего. Вы знаете, большая вероятность того, что я выйду без ничего. Потому что, вы знаете, это один из ключевых пунктов конфликтов с моей мамой. Потому что я без денег хожу последние 10 лет. Я без денег ходил, когда их вообще не было. Я без денег был, когда зарабатывал 10 тысяч долларов в месяц. И когда зарабатывал 250 тысяч долларов. Может, шелек рядом бегал где-то? Да нет, вы не понимаете. У меня просто каждый месяц есть какая-то проблема. То есть, неважно это благотворительность, решение чьих-то проблем. У меня никогда не было сбережений. У меня есть деньги, которые я ежемесячно зарабатываю. Я сегодня для того, чтобы стать чиновником, который не зависит от того, что мне в курице принесут 50 тысяч евро, за то, чтобы я ставил начальника таможни в атаках, 10 тысяч евро в конверте назначать комиссара в Аргееве и так далее. Я сегодня добился того, что у меня есть хороший дом. В Москве есть хорошее жилье в Кишиневе. Есть автомобили, которые зарегистрированы на Рената Усатова. Не на водителей, друзей, бабушки в деревне и так далее. Потому что это машины, которые я заработал. То есть, я создал весь комфорт своим родственникам, чтобы я делал евроремонт своим родителям не как некоторые политики. Не буду назвать тему родителей личной, обсуждать не надо. Но я знаю ситуацию, что люди, став чиновниками, начинают прокладывать дорогу к родительскому дому. Ремонт им делать, евроремонт. Задорогавшие чиновников делать чаще. Да, но я сегодня проблемы всех своих, всех близких мне людей и свои проблемы, пожелания, будь это жилье, автомобиль и так далее, это все уже решено. То есть, я не захожу для того, чтобы решать эти проблемы, придя в политику. И я сегодня горжусь тем, что я вернулся и буду делать то, что я считаю нужным, а не то, за что мне кто-то принесет. Понимаете, я этим горжусь. И я эту марку выдержу. Поверьте мне, для меня очень важно, что будут говорить люди через 4 года. Вот как вчера Андроник на съезде, когда я на самом деле был тронут, потому что человек очень жесткий, но даже главный мой недруг в стране Филат знает, что я человек с добрым сердцем, я реально сентиментальный человек. Ну, про любого фильма Хатико я уже наслышан. Да, ну, Хатико это фильм о моей жизни, я об этом всегда говорил. И когда вчера 400 человек просто взорвались аплодисментами, когда Андроник назвал мою фамилию как кандидата на должность председателя партии, Андроник сказал одну вещь, я очень хочу, чтобы вы хлопали через 4 года, через 2, через 10, так же, как вы аплодировали сегодня. И для меня это очень важно, потому что сегодня я хожу с усиленной охранной, из-за негодяя, которого должны экстрадировать из Лондона Горбунцова, из-за Филата, и фактически все, наверное. Ну, и частично из-за плохотника. Понимаете, я хожу с усиленной охраной, потому что со мной может что-то произойти. Мне надели угрозы о том, что меня арестуют, о том, что меня подставят, у меня что-то найдут. У меня началась война с комиссаром Бельс, который просто сумасшедший человек. Понимаете, я выложил, отправил в генеральную прокуратуру пакет документов, где про Бельского комиссара, я показал его рабочий день, где приложено фотографии, как он каждый день у нас ходит в обмен валют, встречается с контрабандистами. Автомобиль с румынскими номерами ни разу не въезжал в Молдову официально, а он на ней ездит очень давно. А может быть, оперативные годы? Нет, я знаю, что такое оперативные номера. И что такое, когда номера, ну, Румыния подтвердила мне, что эти номера существуют. На Шкоде у него номера списаны. Это, опять же, не оперативные номера, это фальшивые номера сегодня. Вот то, что у него на Шкоде, и то, что у него на машине БМВ зарегистрировано в Бухаресте. И сегодня господин комиссар, я вижу, продолжает там заниматься ерундой, он некорректно ведет себя по отношению к жителям города Бельс. И сегодня его не то, что ненавидит Ренат Усат, я его ненавижу за то, что он не выполняется тем, чем должен заниматься комиссар города. Я ему говорил, и некоторым его приближенным, потому что это человек, который является негодяем для работников полиции, для своих подчиненных, для жителей города Бельс. Не важно, это пенсионеры, студенты или это бизнесмены, понимаете? Я ему говорил, что сегодня я его, если надо будет, сделаю шахтером после выборов. Я докажу на его примере, что в Молдавии есть уголь, понимаете? От любви до ненависти один шаг, так же и обратно. От ненависти к любви тоже может произойти нечто подобное. Если я не являюсь человеком, который высказал свою позицию, а тем более в данном случае я не просто ее высказываю, я высказываю ее публично. И если я говорил, что я никогда не сяду за стол переговоров с Филатом, если я говорил о том, что я сделаю шахтером комиссара города Бельс и так далее, то я с этими людьми никогда не сяду договориться. Поэтому, если вы думаете, что Ренат Тусатый, как некоторые другие политические партии, рассчитывает пройти в парламент и начинать выторговывать себе. И расслабиться. Дайте мне еще министерство транспорта, например, потому что я в этой отрасли, слава богу, разбираюсь, министерхозы и так далее. И тогда Ренат Тусатый больше не будет говорить про национализацию гостиницы Кодру, того же Иптеха и всех остальных активов, которые украли в этой стране. Я лучше уйду в оппозицию на 4 года. Я докажу людям, что даже будучи в оппозиции, я умею решать вопросы, которые улучшают не благосостояние Рената Тусатого и нашей партии, а всех граждан Республики Молдова. И люди, когда на деле увидят, что Ренат Тусатый не обещает, а делает, поверьте мне, результат уже выбора в 2018 году, это уже может быть результат. Ну и под завершение два коротких вопроса, два коротких ответа. Сколько процентов, думаете, получить на грядущих парламентских? 8-10. 8-10. 8-10 процентов. Для нашей партии. А второй момент. Планируете ли какие-то союзы, либо коалиции с блоками? Почему? Никаких блоков. Потому что сегодня люди, которые выходили в том числе с этими предложениями, уже начали говорить о блоках и союзах до того, как я был избран председателем. И появилась наша партия вчера, да? Значит, я себя похороню. 80% людей, я же вам говорил, я делал опросы, 80% людей не хотят видеть никого из нынешних, никого из бывших. Я говорил о том, что у нас новая партия, прозрачная партия. Команду мы набираем в поездках по стране. Студенты с каждого университета Молдовы будут по одному студенту в парламентском списке. Чем больше талантливых я найду, тем больше их будет в проходном. Чтобы студенты не говорили, что их использовали перед выборами и забыли. Вот пусть ОСЕМ, политех, госуниверситет, пусть все госуниверситеты страны определяют сами, кто из них лучший студент. И пусть и он пойдет с нами кандидатом в парламент от этого вуза. И в каждом районе страны Ренат Усатый не будет назначать людей. Этот будет кандидатом на должность председателя района, этот кандидатом в депутаты парламента. Я буду встречаться с людьми, неважно, Ханчешты, Фолешты, Камрат, я буду сидеть с людьми один, два, три раза, но я выйду к тому, чтобы люди определили любимчика своего. Ренат Усатый не может сегодня знать, кто будет любимчиком в Камрате, в Данюшен. Да я даже у себя фолешных не буду знать, не знаю сегодня, кто будет любимчиком населения, не Рената Усатого за счет того, что я с кем-то учился, кого-то знаю, детство и так далее, и так далее. Я предлагаю людям то, чтобы люди увидели. Я не боюсь того, что потом их кто-то перекупит, как мне сегодня говорят. Ренат, вы рискуете, вы берете незнакомых людей в команду, а вдруг это засланные разведчики. Я этого не боюсь, я буду корректно себя вести. Через неделю мы подаем документы в Минюст. Минюст должен признать вчерашний съезд. Если Филат будет продолжать в своем духе, что только через мой труп зарегистрировать партию Рената Усатого, я говорил, мы пойдем подавать документы 2-3 тысячи человек. И я вчера на съезде четко сказал, что во главе колонны у нас поедет каток. Потому что каток, он у нас имеет две функции – строить и закатывать. Поэтому будут нас провоцировать, получат то же самое. Ну, исходя из того, что вы сказали о аплодисментах, которые вам были приятно услышать на этом съезде, будем надеяться, что... Они звучат как аванс, а через 4 года это уже будет, наверное, заслуженно. Я знаю, как я буду жить, что я буду делать. И для меня самое страшное, что в моей жизни произойти, когда люди на улицах будут на заборах писать «пи-пи-пи-пи-пи» и так далее. Я этого никогда не допущу. Я буду знать, что я к студентам, вот как я с ними сегодня встречаюсь за барной стойкой, я буду также с ними встречаться через 4 года и без охраны. Потому что когда людям не врешь, она тебе просто не нужна. Ну, будем надеяться, что сегодня зрители сумели увидеть и прочитать в ваших глазах и услышать то, что вы говорите, ту правду, которую вы и хотели донести. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо. Сила о правде. Вы смотрели «Вечерний разговор». У нас в гостях был Рената Усатый. Сегодня это уже председатель партии под названием «Наша партия». Следите за эфирами «Вечернего разговора». Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин